Партнер программы «Новости» – клуб танцевального спорта «Лунапарк». Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапы-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Рассвет памяти. Анапчане почтили историческую дату – 22 июня. Доказывать свою значимость делом призвал руководители мэра Анапы Сергей Сергеев. Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. 22 июня в 4 часа утра в сквере боевой славы прошла молодежная акция «Свеча памяти». У вечного огня собрались студенты в вузах, молодежь и ветераны. Из динамиков прозвучало историческое обращение Совинформбюро о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года. Участники акции зажгли свечи в знак неугасающей памяти потомков и в знак благодарности за свободу, которые отстояли ценой своих жизней защитники Отечества. После торжественной части свечи поставили к вечному огню. Несколько часов спустя у мемориала павшим в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны состоялся митинг-реквием. На старом кладбище у братской могилы собрались ветераны, представители общественных организаций, курсанты Института береговой охраны, потомки тех, кто освобождал Анапу. Анапчане вместе вспомнили один из самых трагических дней в истории. Подробности у Ларисы Басовой. В братской могиле на старом кладбище захоронены 132 воина советской армии, которые погибли при освобождении Анапы в сентябре 1943 года. На 10 мемориальных плитах увековечены их имена, а также 200 мирных жителей, погибших от рук фашистов в годы войны. В их честь у мемориала развернулось театрализованное действие под музыку песни военных лет журавли, которую неподражаемо задушевно исполнил Марк Бернес. Мэр Анапы Сергей Сергеев в этот день подчеркнул, что важна память о страшной войне, начавшейся 22 июня. Мы вспоминаем этих людей и, наверное, если сказать четверостищим, это сегодня, наверное, больше нужно. Нужно не мертвым, нужно живым. Сегодняшний день был напоминанием о том, что мир, даже очень хрупкий, его надо увеличить. На митинге-реквиеме выступили председатель Совета депутатов города-курорта Леонид Кочетов, председатель Анапского городского совета ветеранов войны и труда Анатолий Гапонов, представители анапской молодежи. Символ Дня памяти и скорби – журавлики – были сложены из бумаги анапскими ребятами и вручались ветеранам и гостям мероприятия. А тем, кто не вернулся с войны и похоронен здесь, благодарные потомки оставили журавликов у стелы мемориала. В 9.30 началась всекубанская минута молчания. Тишину нарушали лишь гудки автомобилей и памятные залпы. К мемориалу был возложен венок памяти и красные гвоздики. Лариса Басова, Андрей Страдубцев, Анапа. Регион Доказывать свою значимость делом призвал руководителей и начальников мэра Анапы Сергей Сергеев. На планированном совещании обсудили вопросы о нелегальных мигрантах, благоустройстве города и подготовке к важным мероприятиям. Подробно о новых поручениях мэра Анапы расскажет Наталья Пухальская. Первое приятное событие в понедельник утром. Поздравление. Работу директора Центра социальной помощи «Радуга» Ирины Когородовой отметили и оценили. Ей вручили министерскую грамоту. О происшествиях отчитался начальник отдела МВД России по городу Анапа Андрей Терехин. За неделю сотрудники выявили 45 нарушений правил торговли и в сфере потребительского рынка. Из оборота изъяли 936 литров незаконного алкоголя. Закрыли нелегальный игровой клуб, арестовали и изъяли 30 системных блоков. Нарушают водителей 117, превысили скорость 29, сели за руль пьяными. На постоянном контроле администрации вопрос о мигрантах и гастарбайтерах. За неделю специалисты миграционной службы поставили на учет 500 иностранцев. 117 человек приехали из Армении, 62 – из Узбекистана. За неделю специалисты отдела УФМС провели 7 внеплановых рейдов, оштрафовали 38 незаконно проживающих мигрантов, составили протоколы на сумму 90 тысяч рублей. 13 иностранцев, продававших на пляжах товары, ожидают депортации. Проблема – до отправки на родину их негде содержать. На будущее. Приходите, два-три движения должны быть. И вы должны ставить, все и плачут. От вас надо будет протолкнуть кто-то. Оставить задачи и я могу. Тут не хватит до вечера времени присутствующего. Удар нет проситься, если я начну задачи ставить сейчас. Первый вице-мэр Светлана Яровая встретилась накануне с председателями ТОСов. Обсудили вопросы благоустройства и санитарного состояния спальных районов. Задача от Яровой службам – отрабатывать по каждому сигналу и отчитываться перед населением о принятых мерах. Мэр Анапы Сергей Сергеев призвал подчиненных навести порядок в системе общественных организаций «Пять афганских». Общества слишком много для одного города. Память героев почитают иначе, считает мэр. Внимательным, бережным отношением к мемориалам и памятникам. У нас одних координационных советов, либо названия, в которых присутствует координационный совет, у меня на слуху нужны 4-5, понимаете? И кто с ними вверх, кто координационный совет? Вот не могу понять. А почему? Потому что, ну может быть, мы в этом процессе не участвуем. И самое главное, что создано все для того, чтобы получить какие-то личные преференции. Объезд пляжей, улучшение санитарного состояния города – задача, не требующая напоминания. Пришлось все-таки напомнить мэру Анапы ответственным лицам. Это обязанности всех на каждый день. А вот значимость свою и авторитет надо доказывать конкретными делами и работой, подчеркнул Сергей Сергеев. Для станицы Анапской готовят проект надемного перехода срок до конца года. А строительство важного объекта должны начать в следующем году. Заместитель мэра Анапы Людмила Гузенко свой доклад начала с приятных новостей. В Анапе 13 стобальных результатов по ЕГЭ. Двое выпускников набрали высший балл дважды, по двум экзаменам. В планах на неделю подготовка к выпускному вечеру 25 июня и к зональному этапу конкурса «Планета детства». 24 июня в Анапе открывают ежегодный всероссийский фестиваль «Синеокая Анапа». Пшеница, виноградники и проблемная амброзия. Задача аграриев – не ждать, когда начнутся проблемы, а решить заранее. И так должно быть во всем. В разгар сезона сотрудникам МЧС будут помогать волонтеры. В течение года добровольцы учились оказывать первую помощь пострадавшим, отработали практику, выучили теорию, познакомились со спасателями службы спасения и с техникой. На одном таком занятии в пожарной части побывала наша съемочная группа. Когда в 2010 году полыхали пожары по всей России, был издан указ президента о добровольной пожарной охране и, естественно, о волонтерском движении. Не стало исключением создание таких добровольных пожарных дружин и создание волонтерских отрядов и у нас в Анапе. И вот сегодня мы заканчиваем цикл занятий, 2012-2013 год учебный, со студентами РГСУ. 20 волонтеров-студентов Российского государственного социального университета добровольно вступили в отряд волонтеров. Они уже выучили по медучебникам, как отличить обморок от теплового удара или в результате травмы, какими должны быть нормальные пульсы давления. А вот теперь на практике им предстояло делать искусственное дыхание и оказывать первую помощь пока что манекену, по версии врачей, наглотавшемуся морской воды. Практические занятия проводил врач службы спасения Андрей Грищенко. Врачи утверждают, что в большинстве случаев человек умирает не от травм, а безумелой, вовремя оказанной помощи. Даже если мне это не пригодится как профессия, то я в жизни, в любой ситуации могу помочь людям. У меня есть какие-то основные базовые знания, которые я могу применить в любой ситуации, потому что я знаю много ситуаций, когда человек вроде бы хочет помочь, но он не знает чем. В перерывах между занятиями по медицине волонтерам демонстрировали технику службы спасения. Занятие проводил ветеран службы начальника отдела пожарно-спасательных работ Сергей Максимов. Это были последние занятия, после которых молодые люди получат удостоверение волонтеров. Лариса Басова, Андрей Стародубцев, Анапа-регион. И к другим темам. Центральная улица Горького стала сладкой на 10 дней. В Анапу привезли передвижную ярмарку меда. Пчеловоды России традиционно выбирают Анапу для проведения фестиваля меда и продуктов пчеловодства. По сладкому городку с медовыми реками прогулялась Лариса Басова. Смотрим сюжет. Более 30 пчеловодов прибыли со всех уголков России на фестиваль меда. По улице Горького протянулась целая аллея палаток, которую тут же назвали сладкой. Развернулась сладкая аллея. Приехал Всероссийский фестиваль меда в Анапу угостить всех гостей и жителей прекрасными сортами меда. Инвалиды, ветераны многодетной семьи приобретут мед по льготным ценам. Дегустация на фестивале меда была, конечно же, бесплатной. Так же, как и подробные консультации пчеловодов и фармацевтов, как правильно вкушать мед и лечиться продуктами пчеловодства, выбор которых здесь самый широкий. Это пчелиный подмор, маточное молочко, забрус, воск, перга, мед с добавками, например, кедрового ореха. Выбор любителям сладкого большой на все вкусы. Я считаю, что мед все равно нужно употреблять, потому что там находятся все нужные вот эти вот витамины. Я вот ребенку своему лично всегда даю. Не знаю, но мне с удовольствием. В чай и вообще о здоровительных целях. Два года назад мы покупали горячий ключ мед, очень вкусный. Дети с удовольствием кушают, он гипоаллергенный. Так что и взрослым каваллергиям можно употреблять. Экологически чистый мед привезли кавказский биосферный заповедник Башкирия, Алтай, Предгорье Кавказа и другие регионы России. Фестиваль продлится 10 дней. Лариса Басова, Роман Карпов, НАПРегион. Продолжаем выпуск. Федеральная сеть оконных компаний «Экопласт» гостеприимно распахивает двери своих фирменных офисов по всей России. Их уникальное предложение – качественные окна со скидкой 50%. «Экопласт» – команда профессионалов, прекрасно сознающих, что желание клиента – это закон. Далее расскажет Светлана Авилова. Окна, сделанные в Германии, за половину стоимости. Только в компании «Экопласт» немецкий профиль «Шуко», австрийские комплектующие – особый энергоэффективный стеклопакет с функцией защиты от солнца. Все это со скидкой 50% и только до конца июня. Окна за половину стоимости в компании «Экопласт» вы сможете приобрести только до 30 июня. Акция продлеваться не будет. Советуем всем поторопиться. Федеральная сеть оконных компаний «Экопласт» открыла подразделения в городах Новороссийск, Анапа, Геленджик 1 июня. Всего за месяц клиентами стали сотни горожан. Многие из них уже могут похвастаться новыми стеклопакетами, приобретенными за половину стоимости. Елена Киреева – одна из сотни клиентов компании, ставшая участником акции «Окна за половину стоимости». Мне очень понравилось, потому что помимо качественного профиля, там были энергосберегающие стекла предлагались. Посчитали. Я решила, что вполне доступная цена и решила заключить с ними договор. Светлана Авилова, Андрей Стародубцев, Анапа. Регион. В Анапе в акватории Малой Бухты проходит 19-й чемпионат и первенство России по плаванию на открытой воде. Итоги первенства подведут 30 июня. Имена победителей чемпионата России известны уже сегодня. На церемонию награждения прибыл четырехкратный олимпийский чемпион, председатель Федерации по плаванию Владимир Сальников. В чемпионате России принимают участие спортсмены 2000 года рождения и моложе. 32 команды, более 200 участников. Высокий уровень подготовки по результатам заплывов оценил четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников. Команда сейчас находится в очень хорошем состоянии. Завершился чемпионат России, который, собственно, не был отборочный, тем не менее показал, что даже под нагрузкой те спортсмены, которые у нас выступали на нем и буквально через считанные недели будут выступать на универсиаде, находятся в хорошей физической форме. Поэтому до чемпионата мы пройдем универсиаду. И, я думаю, сможем доставить радость нашим болельщикам и там, и там. В командном зачете победили москвичи. Среди мужчин на высшую ступень пьедестала почета поднялся Кирилл Абросимов, мастер спорта международного класса, многократный чемпион России и призер чемпионата Европы на открытой воде. У нас был спорт тяжелый, делали большой объем в мае. Я был готов, уверен в себе, все получилось, как задумал. Среди женщин золото завоевала Александра Соколова, мастер спорта международного класса из Архангельской области. Она сразу после старта опередила соперниц. К погоде нет претензий вообще. Соперники, все соперники были достойны. Никого нельзя было выделить изначально, когда выходишь на старт. Нельзя было выделить ни лидера, ни аутсайдера. Никто не знал, что так получится. Думали, что спортсмены пойдут плотной группой. Раз разделились, так разделились. Впереди у спортсменов универсиада, а затем чемпионат мира в Барселоне. Лариса Басова, Андрей Страдубцев, Анапа-Регион. Еще небольшая информация. Только до 26 июня в Анапе проходит выставка продажи «Меховая палитра». Летние скидки на все от 20 до 50%. Вещи можно купить в рассрочку, в кредит и без переплат. При покупке шубы жилет из лисы в подарок. Выставка работает до 26 июня с 10 утра до 10 часов вечера. По адресу город Анапа, угол улиц Крепостная и Ивана Голубца, 30. На сегодня это все новости. В завершении выпуска прогноз погоды на завтра. Партнер прогноза погоды – торговый центр «Алиса». Как в стране чудес в этом торговом центре есть все важные, приятные и полезные покупки в одном торговом доме в центре города. У каждого из нас свои желания. Кто-то любит шоппинг. Кто-то не любит шоппинг. Кто-то любит играть. А кто-то любит себя. Торговый центр «Алиса» Исполняет ваши желания. Во вторник, 25 июня, в Анапе ожидается солнечная и ясная погода. Температура воздуха – 22-24 градуса тепла. Ветер северо-восточный – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба. Температура воды в Черном море – 23 градуса со знаком «плюс». Далее блок «Полезные информации» от партнеров программы – производственного предприятия «Меркурий-2» и клуба танцевального спорта «Луна Парк». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300.